Я хочу, извините, сегодня вести тему, которую начал в прошлый раз. Я почему-то думал, что никого не впечатли то, что говорил в прошлый раз, а оказалось, что начали делать комменты, которые очень важны и для каждого из нас. В прошлый шаббат мы говорили важнейшую тему, это ежедневное вождение духом, которое на самом деле отличается от откровения духа. Почему? Потому что откровение имеет временный срок, необходимый для того, чтобы это откровение совершилось. Но вождение духом не имеет временного предела, так как вся наша жизнь, это жизнь возрожденного человека, и мы вводимы этим духом в нашей жизни ежедневно. Почему? Потому что Писание говорит об этом. И когда мне с Израиля написали, или позвали, мы разговаривали, и мне сказали, Рэбби, ты знаешь, самая важная тема в этом, что все водимые духом сыны, и все сыны Божьи, они водимы этим же духом Божьим. Вы знаете, когда я подумал об этом, я говорю, конечно, это вжечье важно. А следующий вопрос у меня состоял, что значит быть дочерьми или же сыновьями Божьими? Что делает нас детьми Божьими? Как вы думаете? Ведь если мы говорим о том, что все водимые духом Божьим, суть сыны Божьи, тогда что делает нас этими детьми, сыновьями, дочерьми? Конечно же, вера. Вера в то, что Иешуа своей смертью выкупил нас от князя мира всего и сделал нас сопричастниками его славы. Другими словами, он делает нас участниками того, что он уже получил по наследству, по тому, кто он есть. Ибо все вы сыны Божьи, поверив Иешуа Мессию, Галатам 3, 26. Все вы, по вере, вы становитесь именно сыновьями. Усыновление – это неожиданный дар, который мы не могли себе представить. Неожиданный. Вы когда-нибудь чувствовали себя сиротой? Такое чувство, что никому я не нужен, да? Как там в стишке «Никому я не нужен, пойду я в судочек, наився червачки». Да? «Никому я не нужен, никто не поважает». Такой уже себе, кстати, ненужный никому человек. То чувство сиротства. У многих людей оно есть. Вы когда-нибудь чувствовали себя одиноким, брошенным? Мечтающие сблизиться с людьми, которые могли бы сказать вам «родной», «дорогая». Что-нибудь родное хотелось бы иметь, правда? Но скажу так. Бог назвал нас своими. Когда мы приняли решение следовать за Машеихом, в этот момент он говорит «ты теперь часть моей семьи, потому что ты уверил в того, которого я послал за искуплением всего мира». Он дал нам свое имя, Он дал нам будущее, Он дал нам свободу, Он дал нам взаимоотношения. И фактически Он и ты являются той семейной частью твоей жизни, близких-близких отношений. Вы скажете, ну, что же вы так далеко, и как вы скажите прямо, что вы хотите. Да? Но скажу очень просто. Я сделаю маленький пример. Есть такое уже принятое чувство или же движение даже – это усыновление. Часть жизни многих людей, когда неродные дети становятся семейной реликвией, реликвией, это такой частью семьи. Называется усыновление. И как сироты, которые приняли в семью по благодати, фактически они точно этого не заслужили. Вы понимаете, что когда ты приходишь в детский дом, ты не спрашиваешь, какой из этих детей умнее, какой из них ярче, который из них, ну, не дерется, который из них, ну, очень добрый, и ты не берешь критерии человеческие, которые тебе подходят. А ты видишь этого ребенка, ты ему сочувствуешь, переживаешь, влюбляешься и берешь его не потому, что он заслужил. В первую очередь такие сироты должны поверить, а потом принять тот факт, что они стали детьми в определенной семье. Так и каждый из нас. А мы, может быть, далеки, но мы стали близки кровью Иши о Мессии. Мы стали частью семьи. Мы должны осознать, что мы стали частью семьи. Но величайшим знамением принятия семьи сиротой, а вы знаете, что сироты не все принимают в свои семьи, где они живут, но самым большим знамением, что сирота принял эту семью, это не пользование их привилегиями. Теперь я могу поездить на папиной машине. На машине, да, там, перейти. Или же сорить деньгами. В какую семью я попал? Это просто классно. Я могу позволить тебе все, потому что не мог позволить в детском доме. Но наоборот. И вот, когда они изменяют свое поведение, которое отличается от того, которое было в приюте. В приюте они защищали, отбивались, они пытались защитить свое имя. В этом доме, где есть любовь, принятие, и все им доступно, они не могут воспользоваться. Они не должны воспользоваться тем, что у них есть там машина, деньги или какие-то привилегии. Но они показывают, что они стали частью, когда они становятся послушными измененной жизнью. Они могут, именно вот знамение, что дети приняли эту семью, когда приходят изменения. Я не веду себя, как я вел себя в приюте, а теперь я другой, новый человек. То есть он принес свой плод. Плод изменения, плод перемен. И что в этой семье он стал другим. Послание к Ефесянам, 2 глава. И вас мертвы по преступлениям, и грехам вашим, которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в мире, дух действующий ныне в сынах, то есть противление, там они тоже сыны, между которыми и вы все жили, некогда по вашим плодским похотям, и исполнение желания плоти и помыслов были по природе, чадами гнева, как и прочие. Но Евангелие, это Иоанна 1,12 говорит, «А тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Еще раз, власть быть детьми. Это не означает пользование всем тем, что наши родители имеют. Это власть, которая помогает тебе измениться. «Я был одним, а стал другим». «Мое сердце благодарное тем, что Бог сделал, и я буду, хочу быть похожим на своего приемного отца, но я не называю приемный папочка, я говорю ему, «Отец». И Он не называет как бы ты приблуда, тебя здесь немножко приютили, Он называет тебя Сыном. Ефесянам 1,5,6 «Предопределил усыновить нас себе через Ишуа Мессию по обволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он облагодетствовал нас возлюбленным». Другими словами, Бог любит нас всех одинаково. Он сознательно, путем завета, усыновил нас себе, потому что дети не могут заслужить право на усыновление. Мы не можем заслужить. Так же и мы стали частью Божьей семьи, не потому что мы что-то сделали особенное, ценное, удивительное, у нас IQ выше, но благодаря тому, что Ишуа сделал для нас. Если мы это понимаем, ничто не может изменить тот факт, что мы являемся детьми Божьими. Абсолютно, ничто не может изменить. Нам нужно укоренить это. При этом, я хочу вам сказать, христианская суетность, или же верующая занятость такая, знаете, везде нужно что-то делать. Не причина наследовать небеса. Я еще повторю. Наша суета, христианская верующая суета, не становится причиной нам попасть на небо. Вот как Ишуа говорит о своих отношениях с отцом. Если мы говорим, что мы дети, он наш отец, давайте посмотрим на того, кто нам дал возможность стать детьми Божьими через свою смерть и воскресенье из мертвых. Какие же у него были отношения? Ишуа говорит. Истинно, истину говорю вам. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Иоанна 5, глава 19 стих. Мы часто, когда воспитываем детей, не осознаем, что дети будут повторять все то, что делает отец. Но когда мы со стороны смотрим и выдаем советы, мы говорим молодым папам, подожди, послушай, вот твое поведение, как ты реагируешь, что ты делаешь, как ты делаешь, что ты делаешь, оно как бы отражается, и ребенок, он впитывает себя, потому что у него окружение того отца, который он видит. И он будет таким же самым. Разве что он сам выберет свой личный путь, и кто скажет, я не буду таким. Но по сути, характер, поведение, некоторые навыки он принимает у отца. Иоанна 6, глава 39 стих. Воле же пославшего меня отца есть та, чтобы из тех, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить последний день. Если Ишуа имел такие отношения с отцом, то нас, если мы называемся детьми Божьими, не должно ли же захватывать та же самая идея быть подобной своему отцу, то, что отец делает, впитывать от него, любить, как он, милости быть, как он, наверное, сострадать, как он, делать необходимо, то есть, спасать людей, как он. И здесь, говорит, то, что он мне дал, я должен сохранить. Сохранить. Похоже на тот момент, где раздал таланты и ушел. Но пришел, говорит, где таланты мои? И нам нужно еще это увеличить. Знаете, 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. Посмотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и потом, говорит, и быть детьми Божьими. Я некоторые там, как бы, части подрихтовал немножко и сделал так. Ну, я не выкинул, я его не изменил, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Ничего не изменил? Нет? А если вот немножко сделать интонацию по-другому, сказать, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, нам нужно. Интересно, да? Посмотрите, что нам нужно, чтобы быть детьми Божьими. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими, нам важно, чтобы мир не называл нас своими. Услышьте? Очень часто говорят, а чем он отличается от других? Ну, чем он отличается от всех остальных? Для того, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, нам важно, чтобы мир не называл нас своими. Даже будучи в мире, мы должны быть выше того, что мир предлагает нам. Потому что мир, мы знаем, похоть плоти, похоть течей и гордость житейская. Но нам так же хочется. Нам же тоже хочется хорошо жить, а хорошо жить не запретишь. Нам так же хочется некоторые вещи, которые в этом мире предлагаются. Но мы не должны быть частью этого мира. Мир не должен говорить, так они наши. Хочу, чтобы каждый из нас исследовал себя. Сын ли он? Может ли он достойно носить то почетное имя Сына? Чтобы нам называться детьми Божьими, нам недостаточно суетиться в служении. Суетность такая, занятость. Иногда звонишь к людям и говорят, у нас есть планы, все. Я очень занятой. У меня нет времени. У нас как бы есть какие-то еще планы. Еще раз скажу. Недостаточно быть суетным или суетиться в служении. Быть занятыми делами общинских или церковных событий. Наше первоначальное призвание в нашем сыновстве это принести плод. Не суету, не что-то делать. Потому что иногда дети, которых ты принял, они что-то делают. Надо убрать, надо что-то сделать. Надо создать видимость какой-то суеты. Но суть сыновства, когда сын или дочь, которая приемная, приносит изменения. Новый плод. Ты был таким, стал иначе. Ты из-за суеты, ты не можешь поменяться. Должны сначала прийти перемены, а потом дела, они сопровождают твои перемены. Как же нам тогда жить? Что нам нужно делать? Так, чтобы наше служение, веренное нам Богом, как талант Господина, приносило плод и умножение. Вот так нам нужно жить. Чтобы тот талант, который Бог нам дал, он приносил умножение и перемены. То, чем мы занимаемся, это не наша занятость делами. А реальные плоды нашего посвящения в Доме Божьем. Каждого из нас. Жить так, как живут дети Божьи. В Доме Божьем. Потому что Ефесянам 5, с 1 по 4 стих, там как бы я суммирую, Божьему чаду надлежит вести себя соответственно своему призванию. И этим призванием есть плодовитость. То есть, не христианская суета верующего человека, а приношение плодов в виде спасаемых, измененных людей. И это становится центральной темой нового человека, Вешуа Мессии, здесь на земле. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Это важно или не важно? Нам это важная тема, чтобы мы приносили плод. Бог не призвал нас быть листьями, листочками, создавая прохладу и комфорт для людей. Знаете, у нас же есть друзья, у нас есть люди, с которыми мы так вот общаемся, да? Но мы как бы верующие, мы делаем им такой, знаете, изной, что-то плохо, мы так, ну ничего, все будет хорошо. Все нормально. И мы где-то пошутим с ними, приколимся, анекдотик расскажем. Там еще, мы листочки такие на деревьях. Вроде бы и часть дерева, питаемся от дерева, но нету плода, мы только листочек. Делаем какую-то работу, по крайней мере, им прохладно возле нас. Им нравится возле нас быть. Бог не призвал нас быть листьями, чтобы приносить комфорт людям. просто делать им приятное и никогда не затрагивать вопрос спасения. Но Бог не призвал. Те ветки, на которых есть только листья, Бог начинает подрезать, потому что они оттягивают соки, которые идут от корня, в ту ветку, которая не приносит плод. Они просто питаются и не становятся плодовитыми. Отец хочет, чтобы мы приносили много плода. Этот плод был для людей. Не для себя, а для людей. Мы, конечно, меняемся, потому что мы другие люди, мы сознаем это, но для людей. Я объясню, почему. О каких плодах идет речь? Вы скажете, вот какие же, а что мы должны принести? Плодом будет то, что ты приводишь людей к Мессии. Это один плод. Когда мы приносим этот плод, то есть приводим людей к Богу, к познанию. Плодом духа считаются также и другие места. Есть Писание. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава. Но к этому мы придем в следующий шаббат. Если ты преодолеваешь трудности и ты одержишь победу, это тоже твой плод. Как верующий человек, ты преодолеваешь трудности в Господе Ишуа. То есть ты верующий человек не мирскими методами, а Божьими методами. И ты преодолел этот твой плод в твоей победе. Евангелие 15 глава, это Иоанна, 1-2 стих. Я есть истинно виноградная лоза, отец мой виноградарь, и всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод, очищая, чтобы боли приносило плод. Божье слово называют Бога виноградарем. Виноградарем, не просто садовником, а виноградарем. А хороший виноградарь заботится о том, чтобы растение, которое он посадил, приносило много плода. Всегда он будет отсекать то, что не приносит плода. Поэтому не удивляйтесь, какие-то отношения, какие-то ситуации. Бог просто-напросто отсекает, чтобы вы не просто были листочками для каких-то людей, быть как бы кондиционером в жаркую погоду. Бог хочет, чтобы мы делали из себя плодовитых, давая при этом хороший плод. Так делает хороший садовник. И что он говорит, прибудьте во мне, и я прибуду в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если даже без Бога ты пытаешься что-то сделать, ты не принесешь плода. Если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы в ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Мы любим цитировать эту последнюю фразу. Без меня не может делать ничего. Поэтому призываем на всякое дело хорошее, плохое, не рассуждаем. Бога, чтобы он был с нами. Может, мы делаем какого-то идола себе? Который там, этот Будда, который там, люди приходят, я видел часто, да, тот же, может, живот потрут, что-то на счастье, на какие-то, загадывают какие-то вещи, чтобы тебе было успех, и так далее. С Богом так нельзя. С Богом не нужно сказать, вот, и без меня не можешь делать ничего. Боже, не пойду, пока ты не будешь со мной. Ага, ты со мной, ну, пошли. Пошел какое-то на дело, да? На какое-то дело. Позвольте мне сказать, что если вы, когда читаете Библию, Новый Завет, и вы пытаетесь понять, потому что Библия, она нас осуждает. Она раскрывает нас, она разделяет нас до сустава и мозгов, где судят помышления. Библия это делает. Поэтому многие люди не читают Библию, чтобы она его, этих людей, не осуждала. Но когда мы читаем Библию, мы вдруг начинаем сомневаться, вообще-то, как бы, Мессия, не Мессия, вообще-то, я верующий, Машеха или нет, поскольку вы не уверены, я вам скажу, что вы не верующие. Вы не являетесь последователем Мессии. Как только не приходит неуверенность в вашей вере, тогда вы не верующие. Если вы действительно получили прощение и искупление смертью и воскресением Ишуа из мертвых, вы родились заново, то есть рождение свыше. Как об этом говорит Библия, другими словами, если вы стали новым творением и были крещены Духом Святым, то внутри вас произошли те перемены, которые утверждают, кто вы есть, как сын и дочь. Вы в доме не прислужников, вы в доме не рабов, вы в доме отца, а вы являетесь детьми его. И когда вы уже не можете, и вы когда не можете сомневаться, когда мы пережили его присутствие, его перемены, мы не можем сомневаться, поскольку тот Дух Святой, который внутри нас, который взывает к Нему оба очи, Он открывает наши глаза на то, что происходит вокруг нас. Мы знаем тогда Бога, и Он подтверждает вам то, что действительно вы являетесь детьми Его, как бы плохо бы ни было. Даже так, когда вы чувствуете, как будто наказание приходит. Любит всякого сына, да, и при этом он его что? Дисциплинирует. Всякого сына он дисциплинирует, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете ава очи, сей самый дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети. когда вы рождаетесь заново, то есть выше, то есть вы покаялись, отвернулись от своих грехов, получили прощение, вы действительно становитесь новым творением, и вы начинаете видеть все совершенно по-другому. Такое переживание вы пережили тогда, когда вы первый раз пришли к Богу, но это состояние нужно культивировать себе, и утверждать, и ни в коем случае не сомневаться, потому что когда вы сомневаетесь, тогда приходит и можно даже сказать отпадение, приходит не такое сомнение, а забытие. Вы начинаете понимать, кто есть Бог, вы начинаете видеть Царство Божие, как это видит Библия, потому что Писание говорит Иоанна 3 глава, 3 стих, Ишуа сказал ему в ответ, истинно, истинно говорит тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего. Таким образом, чтобы стать верующим или христианином, недостаточно просто назвать себя таковым, или присоединиться к религиозной секте или какой-то религиозному движению, или стать членом общины, недостаточно. Стать истинно верующим Ишуа можно только став новым творением. Вы слышите? Стать новым творением. Веткое прошло, теперь новое. Это не то, что нечто поверхностное, когда вы меняете свое внешнее поведение, но вы становитесь новым творением внутри. Можно присоединиться к группе людей, говорить, как они, даже акцент поменять, начать говорить, как все остальные, а внутри не поменяться. Вы становитесь другим человеком и начинаете совершенно новую жизнь. И автоматически новая жизнь делает перемены внутри и снаружи. «Итак, кто в Мессии, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Если вы стали новым творением, то вы знаете об этом, утверждены, вы на этом стоите. Это примерно следующим образом выглядит. Я не могу сомневаться в том, что я женат или нет. я точно знаю 19 февраля 1989 году мы с Татьяной пошли под Венецию, мы стали мужем и женой. Я прекрасно это помню, я это знаю, я этого не стесняюсь, и я это по-прежнему говорю, что я женат на моей жене. Мы живем вместе, едим вместе, спим вместе и даже имеем трех детей совместно. Подобным же образом я не сомневаюсь, что я рожден свыше, поскольку я живу с Богом и Он живет во мне. Как со своей женой я возрастаю в этих отношениях, так и с Богом я возрастаю в моих отношениях каждый день. У меня есть отношения с Ним, с Богом, я говорю с Ним и Он говорит со мной. Мне приятно проводить с Ним время в молитве, чтении, восхвалении Его, быть в собрании с такими же Его детьми, как и я, потому что в доме отца много детей, много комнат, много различного движения, служения и тому подобное, и мне доставляет удовольствие быть с такими же детьми, как и я. И самое главное, получать массу удовольствия от того, что другие спасаются и познают Господа и шоу. Если это так, мы другие люди. Я повторю еще снова, если вы сомневаетесь, возрожден ли вы человек, знаете ли вы Бога, живете ли вы с Ним, то, скорее всего, вы неверующий человек. Вы просто религиозный. Вы просто религиозный. Где-то вы, как банный лист, прицепились к чему-то, и вот вокруг да около. И хорошо, и внутри-то. Допустим, кто-то спросит вас, являетесь ли вы верующим человеком, верите ли вы в Ишуа, как в Бога. Если вы не уверены, что ответить, или ваш ответ думаю да, больше чем нет, или это зависит все-таки от определений. Что вы имеете ввиду? Настоящий ответ нет. Нет, вы не являетесь новым творением. Но надеюсь, однажды эта встреча будет. Настоящая встреча. И когда вас спросят, веришь ты ли в Ишуа, Мессию, что он Бог, вы без сомнения скажете да и аминь. Хоть убивайте меня, хоть на расстрел, хоть куда-нибудь отсошлете, я все равно не откажусь от него. Давайте поговорим о тех еще, с которыми вы встречаетесь тоже. Людьми, которые вам прямую говорят, да я верующий человек, что ты от меня хочешь? Я верующий, я христианин. но если вы с ними пообщаетесь, если он позволит вам так в его жизнь войти, обнаружите, что у них совершенно нет понятия о Боге, о том, что значит быть настоящим верующим, рожденным свыше человеком. Недавно я беседовал с человеком, которому за 50, он был абсолютно уверен, что он христианин православный. По его словам, он заключил с Богом такой умный договор, ну, конечно, можно продумать его, продумать, в чем он заключался, в том, что он крестится, принимая типа Божье покрывало такой безопасности, и когда ему нужно, Бог с ним. А когда вот придет время уйти в вечность, что Бог его заберет на небо. Вот такой умный договор, но большинство верующих так и думают. Знаете, мне не потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что этот человек придумал себе собственного Бога, потому что ему выгодно так. Ему так выгодно. Бога, который во всем устраивает его, по которым критериям, которые он посчитал нужным. Но он не верит того Бога, который в Библии. Тот, который допускает трудности, переживания, меняет нас, молотит нас иногда, исправляет так сильно, что нам сложно что-то сказать ему в ответ. я спросил его один вопрос, знает ли он Иисуса как личного спасителя. И что Библия сказано, что если мы говорим, что знаем его, мы должны исполнять его заповеди. Провел ему местописание, 1 Иоанна, 2 глава, 30 стих. И что мы знаем его, или что мы познали его, узнаем из того, что мы соблюдаем его заповеди. Слышите критерию сыновства, критерию быть в нем, если мы познали его, то есть мы знаем его, а помните еще такой момент, я никогда не знал вас. Это маленькая такая прелюдия, слово знал, познал, никогда не познал вас, как Адам познал его, вот это слово, никогда не знал вас, а если мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. А заповеди не тяжкие, не тяжелые, но на самом деле когда ты начинаешь поднимать эти новозаветные заповеди, ты думаешь, Боже мой, легче остаться было в Ветхом Завете. Она намного сложнее. И знаете, он не был готов признать, что знает Ишуа его заповеди. Но он понял, что быть христианином, это не просто договор лестный, прелестный языком договориться. Это нужно делать. Тем не менее, он верил в Бога и думал, что живет с Ним, поскольку считал себя хорошим человеком. Я же хороший, ну чем не верующий человек? Не пью, не курю, матом не ругаюсь, всем помогаю, все. Да, вот, он себе создал идола. Вы скажете, разве идол это не какое-то изваяние? Иногда у верующих людей идол это некое создание в своем разуме, с которым можно договориться и поставить ему условия. Кто когда-нибудь условия ставил Богу? Кроме некоторых пророков, да? Вот, но если ты меня избрал, то пускай будет роса. Но если не так, то по-другому. Я не знаю, что, может быть, есть люди, которые ставят ему какие-то условия о том, чтобы он доказал, что он Бог. Знаете, и когда я думаю об этом, я понял, что человек неверующий, не знает Бога. И мне пришлось сказать ему, что у него есть идол в голове. Он создал себя Бога идол, который никак не может спасти его в суетный его день или же в судный его день, хоть и надеется на глубокие отношения с ним. Сегодня тысячи людей в своем разуме сотворили кумиров в виде богов или Бога, которые на картинке в церкви, которые мы знаем. Украина вообще считается православной страной. должны быть все верующие люди. Они создали себе имя комфортного Бога, которому приходят несколько раз в году. Нуждаются эти люди в реформации отношений с Богом, который любит их и ждет откровения о реальном покаянии и измененной жизни. Он всех пригласил к себе домой, всех сирот обездоленных, он говорит, придите ко мне и я успокою вас. Станьте моими детьми не по правилам усыновления, не будьте моими усыновленными детьми. Он говорит, нет, я усыновляю вас через своего сына, значит, вы становитесь моими детьми. Он желает, чтобы люди ушли от суетной христианской жизни и принесли реальные плоды измененной жизни. Многие грешники близки к раскаянию, особенно последние несколько десятков лет, когда много проведено было евангелизаций различной формы, от тысячных вариантов стадионов до уличной евангелизации, домашних групп. Много людей, которые близки к раскаянию, но они бывают разочарованы фарисейским, холодным, косно-христианским сознанием, которые непреклонно придерживаются буквы закона, забывая о сострадании. Замечали таких вот детей, которые попали в дом, а потом отстаивают свою позицию, что я правее, чем ты. И даже если другой что-то сделал не так, мы принимаем его в наш дом и вспоминаем как проходило это в детском доме. Сделаем ему темную. Бог забрал нас с интерната, дал нам имя. Мы не имеем права делать темной тем, кто приходит в дом нашего отца. мы наоборот должны подражать тому, кто нас принял, быть сострадательными и давать шансы. В этом заключается измененная жизнь и жизнь в духе. Сознавать, что есть люди, которые не такие, как мы, с большим или меньшим IQ. Они любимы Богом так же, как и мы любимы Богом. И так хочу, чтобы мы рассмотрели наше служение перед Богом. То, что мы делаем. Оно суетно, красиво, с листьями, дающие прохладу для изнуренных грехом людей. Или наша ветка, которую мы имеем, приносит плод, который манит, как Еву, вкусить, чтобы пришли изменения. Что я имею ввиду? Если наша жизнь, как верующих людей, хождение в духе, каждый день, не принесет плода, мы как дети, не суету, а плода, тогда другим неинтересно увидеть измененную жизнь. И скажут, зачем мне то, что ты имеешь? Если мы не покажем нашу измененную жизнь. Верующий человек, это не тот, кто просто носит название, а тот, кто принес настоящий плод в своей жизни. Этот плод настолько манит людей, как Еву, иметь искушение, чтобы узнать, что повлекло тебя измениться, что произошло в твоей жизни так сильно, что я хочу быть таким, как ты. Если у нас этот плод, и, конечно же, любой плод зависит от земли, где он растет, где растет само дерево, от воды, которую питают, и так далее. Но я хочу вам сказать, дайте Богу позаботиться об этой земле и о воде. Дайте Богу это сделать. А наша задача сделать следующее. Ответить себе, а я ученик Ишуа или нет? Насколько я его дитя и доверяю ему? Насколько моя жизнь изменилась, я принес плод, и другие люди хотят со мной общаться, не потому, что я знаю Библию, или что я стал верующим человеком, а потому, что моя жизнь настолько изменилась, что этот плод мне интересен. Почему ты не материшься? Слушай, я знал тебя, ты вообще как сапожник был, что с тобой случилось? Расскажи, как это произошло? Это нас, ты же был конченным наркоманом, я уже тебя похоронил, смотрю на тебя, у тебя как бы нормальная жизнь, что случилось? и ты не начинаешь его грузить религиозной своей фарисейской темой, а ты говоришь, с кем ты встретился? С отцом, который принял тебя в свой дом и сказал, ты мой сын, у тебя есть имя, у тебя есть имя. Если мы готовы ответить на этот вопрос, что мы настоящие его ученики, пребываем в Ишуа, тогда нужно принести много хорошего плода. Сегодня у нас хлебопреломление. Подходя к чаше, взяв ее, подойдя обратно в свое место, давайте мы взвесим, взвесим наше хождение пред Богом. И если нам нужно меняться, и необходимо принести плод покаяния, это не просто раскаяться, друзья, это ты поворачиваешься и начинаешь менять свою жизнь. Я верю, хождение в духе, ежедневная встреча и перемены приводит к одному понятию. Мы его дети. Но что значит быть сыном? Что значит для тебя быть его сыном? я верю, что его ожидания очень важны от меня. Его ожидания, чтобы мы принесли плод. да, может быть, в виде людей других, которые приходят через нас к Богу. Нам нужно евангелизировать их. Возможно, через трудности, которые преодолеваешь, через веру в Бога, применяя библейские принципы перемен, вы тоже этот плод принесете. И в следующий раз я поговорю о том, что есть плод Духа, который мы говорим очень часто. И я верю, что мы придем к тому, что есть дар Святого Духа. Мы не можем начать с дара Святого Духа, не пройдя тот путь, который мы уже начали. Хождение в Духе. Быть Его сыновьями, то есть не забота и суета, а плод твоей жизни. Мы придем к тому, что есть плоды Духа, характер, который мы имеем. И только тогда я верю, что мы можем поговорить, что же Дух Святой дал тебе как дар не для тебя лично, а чтобы этот дар служил для того, чтобы эта община или другая или третья откуда бы вы ни были могла возрастать. Возрастать. Израиль Адонай Ехат Адонай Цветкей Нучма Израиль Адонай Адонай Адонай